Можно в Париже день-два пожить, но потом приехать сюда. Почему не Париз? Да. Париж не это уже. Если это натурально, это озеро, когда нет машин. Почему Париж? Три года назад он показал ей Париж, а потом они вместе купили домик в Строжевичах и решили, что свой мир, полный романтики, красоты и спокойствия будут создавать здесь. Она не знала французский, он практически не говорил по-русски. Познакомились, когда Оксана приехала в гости к своей подруге в Бельгию. Другом семьи оказался Борис. Увидел девушку из Белоруссии, как в лучших романтических историях. Сразу понял, что это навсегда. Оставалось только признаться и покорить. Он может и не понимать себя, но он знает, что ты хочешь сказать. Не обязательно сидеть и постоянно болтать. Можно посмотреть. Его полное имя Борис – Поль Жорж Буаняр. Всю жизнь провел во французской провинции, где помогал на ферме отцу. Сам работал шеф-поваром в местных ресторанах. Востребованность в профессии и успех в хозяйстве. А потом все за одно мгновение изменила любовь. Перед камерой они не рассказывают романтических историй. Говорят, что все произошло само собой. Но не о таком ли пишут в книгах? Много было стихов. Главное – отношение человеческое. Путешествую. Когда я в Францию приехала, сразу мы, когда визит получили. Да, да. Да, на Эпилео башню, потом мы ездили на озеро, отдыхали. Там все очень красиво было. Но сегодня самое красивое для них место – их семейный дом в тихой деревне. После свадьбы они выбирали, где хотят жить. Впервые приехав в Беларусь, Борис уже не захотел возвращаться домой. Беларусь – это спокойствие. А во Франции у меня была жизнь в постоянном стрессе. Большие заводы, много машин, все продукты с консервантами. А вот здесь на 10 километров будешь идти и не встретишь ни одной машины. Мне здесь очень спокойно. Приглашают посмотреть хозяйство и обещают, что мы все сами поймем. Вот недавно друзья подарили козу. Вторую пришлось купить, чтобы уже через год попробовать готовить свой сыр из козьего молока. Лавандовые поля Прованса ему легко заменили наши луга с дуванчиками. Именно это растение больше всего подходит для питания индоуткам. Без них жизнь в деревне не представлял. Гордость нашей утки. И мы когда купили дом, сразу он определился, что нам надо. Утки купили, двух поросят черных. Ну и вот на основном на утках он хотел фуагру делать, потому что в Франции этим занимался. Фуагра получилась не такая, конечно, как там, но приближенно. Все дело в климате и погодных условиях, поэтому над рецептом фуагра по-белорусски, говорят, еще поработают. Зато с улитками все сразу сложилось. В деревне их собирают в мешки из-под картошки, чтобы законсервировать на зиму. Собираем их в пакет от картошки. Всего два месяца в году их можно собирать. Потом выдерживаем в специальном растворе, вымачиваем, достаем из раковин и закатываем. И потом два года, не проблем. В погребе сплошные деликатесы, причем даже Оксана рассказывает о них с такой простотой, будто консервировать улиток для нее теперь обычное дело. Статус жены француза обязывает. Это шмарки. Это тромпетка из-за смерти. Франция, 37,5 евро килограмм. Из погреба приглашают на кухню. Там еще с утра у Бориса готовы легкие закуски, горячие блюда и десерты. Простые истины, неважно в какой точке мира ты находишься, важно с кем. А главный секрет его французских рецептов – белорусские продукты. Это улиток. Я назвал это французско-белорусским блюдом. В рецепте улиток, конечно, картошки нет, но я специально для вас это придумал. Особенное внимание десерта. Изысканные и ароматные французскими булочками бриошь сразу подкупил соседей. Рассказывает, они здесь люди простые, сейчас все на поле убирают картофель, а вечером он с удовольствием пригласит всех на ужин. При этом Оксана будет лишь наблюдать за кулинарной феерией. И здесь, пожалуй, каждая женщина скажет – мечта. Помогаю резать, посуду мыть. Ну, салат готовим, такое простые блюда. Да, что-нибудь сложное, лучше не мешать. Все приготовленное со своего огорода в деревне магазина нет, но он, говорят, и редко бывает нужен. Каждый день Борис следит за домом и двором, а Оксана ездит на работу в Витебск. Сейчас собирает документы на оформление фермерского хозяйства, чтобы обосноваться в Строжевичах и уже вместе вести свое дело. Каждый день, конечно, наполнен заботами и бытовыми вопросами, но вот уже три года они бережно хранят и свою особенную романтику. Здесь хватает, потому что посмотреть на стол, на природу, на все, что окружает – достаточно романтики. Да, это романтика. Возеро, лес, да, возеро – это очень зимой. А в нескольких километрах от деревни у них озеро и живописные руины старой церкви. Это любимое место для прогулок. Здесь все понятно без слов и громких признаний. Простая история двух людей, которые должны были встретиться, чтобы просто быть счастливыми вместе. Это, наверное, чудо и судьба. Да, потому что это как бы… Ну, встретились две половинки и нашли как бриошь. Как два бриоши встретили. На всю жизнь. Тонсей, Возеро, Оксана. Да, это очень хорошо. Анна Волковец, Александр Кривецкий, «Контуры». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.